Добрейший вечерочек, дорогие друзья! Сегодня новости про дроны. В Иксмау протестировали доставку лекарств с помощью дрона. В Ханты-Мансийском автономном округе успешно протестировали доставку лекарств с помощью дрона. Беспилотник доставил медикаменты из Ханты-Мансийска в село Нялинское всего за 40 минут. На автомобиле этот путь занял бы больше 4 часов, так как нужно дважды пересекать реку Обь и ехать в обход. Этот эксперимент показал, что современные технологии могут сильно изменить способ доставки товаров, особенно в труднодоступные места. В России много отдаленных населенных пунктов, и такие решения могут значительно облегчить жизнь людям. Важно продолжать развивать эти технологии, чтобы быстрее и дешевле доставлять товары и улучшать качество жизни. В отдаленных районах. Вот к нам прилетел самолет самого Ханты-Мансийска. Вот первый груз доставленный из Ханты-Мансийска. Вот на квадрокоптере, медицинский груз. Осуществлена первая доставка медицинского груза из Ханты-Мансийска. Заселенный пункт Нялина. Проверяем. В сети появились кадры испытания дистанционно управляемого ФПВ-танка в Запорожской области. Сообщается, что танк был создан энтузиастами на основе трофейного украинского Т-72. На кадрах видно, что один оператор управляет движением танка, а другой отвечает за его башню. Танк двигается по пересеченной местности, демонстрируя возможности дистанционного управления. Эксперты в военных делах считают, что использование дистанционно управляемых танков может значительно повысить эффективность боевых действий, снижая риски для экипажа. Такая технология позволяет операторам оставаться в безопасности, управляя техникой на расстоянии. Это может стать значительным преимуществом в современной войне, где защита человеческих жизней выходит на первый план. Коллеги из Тихих Крыльев поделились с нами презентацией к выставке «Комплексная безопасность». Они представили беспилотный вертолёт «Альфа-Е», оснащённый разнообразными целевыми нагрузками. Этот инновационный аппарат способен преодолевать расстояние до 105 км и имеет дальность канала управления до 120 км. «Альфа-Е» обещает стать важным инструментом в различных сферах, таких как мониторинг, спасательные операции и геодезия. Беспилотный вертолёт «Альфа-Е» представляет собой значительный шаг вперёд в развитии технологий беспилотных летательных аппаратов. Его возможности и набор оборудования открывают широкие перспективы для использования в самых разных областях. Особенно впечатляют дальность полёта и управления, что делает его весьма универсальным и эффективным инструментом. Важно, чтобы дальнейшая разработка и использование таких технологий происходили в рамках строгих этических и правовых норм, чтобы максимально использовать их потенциал во благо общества. Продолжение следует...